Отправили на незаслуженный отдых. 13 тысяч забайкальцев в прошлом году остались без работы на режим кадровой экономии. Перешли больше тысячи предприятий. Это в основном сферы транспорта и связи, торговли, строительства, а также здравоохранения. Однако в службе занятости успокаивают. Вакансий пока хватает. В этом году у нас достаточно большой поток работодателей в части привлечения вакансий. 55 тысяч ваканских рабочих мест было привлечено. И это очень хорошо. Уровень напряженности на рынке труда снизился по сравнению с прошлым годом и составил всего 1,2 единицы. Но это для понимания. Один безработный гражданин претендует на одну вакансию. Вакансии есть. Другое дело, какие. По-прежнему велик спрос на рабочие профессии, тогда как служащие и так называемые белые воротнички не в почете. По-разному выглядит перечень вакансий в зависимости от местности. К примеру, в Чите требуется много врачей, а в Краснокаменске, Газимурозаводском и Нерзаводском районах есть нужда в специалистах по инженерным технологиям. Сегодняшнюю ситуацию в службе занятости края называют нормальной и предлагают не делать пессимистичных прогнозов. Тем более, что больше 20 тысяч человек в прошлом году все же нашли работу. Кто временную, а кто и постоянную. Я думаю, что пессимистически мы не будем относиться к 2016 году. У нас есть возможные варианты сценария развития событий. Поэтому ориентировочно думаем о том, что ежемесячные исчисления будут не более чем 12 тысяч безработных ежемесячно. Меньше пессимизма, больше дела. Говорят, в службе занятости вот только оптимизм, по крайней мере финансовый, пока не ощущается. В 2016 году на различные мероприятия по содействию занятости населения, а это различные курсы переквалификации для потерявших работу и помощь начинающим предпринимателям, в краевом бюджете запланировано 20 миллионов рублей. Это в два раза меньше, чем в 2014 году и в четыре раза меньше, чем в 2011.